Магомед Джамалу Динов родился 30 декабря 1928 года в селении Аракани Унцукольского района. Он является в своем роду одиннадцатым мастером. Его дед Арсул Магомед был известен не только в Дагестане, но и за его пределами. Именно он заметил у пятилетнего внука интерес к ювелирному делу, стал его первым и, пожалуй, главным учителем, внимательным и строгим. Дед часто говорил, настоящий узор получится, когда повторишь его десятки раз. Вот Магомед и старался. Может, именно с той детской поры у мастера выработалось то невероятное терпение и скрупулезность в работе, и оттуда берет начало изысканность его творений. В 1944 году, сразу после окончания семилетки, Магомеда Джамалу Динова назначили учителем начальных классов. Уже после войны он заочно оканчивает среднюю школу и двухгодичные педагогические курсы в Махачкале. В 1955 году Джамалу Динов оставляет педагогическую деятельность и целиком посвящает себя ремеслу своих предков. До 1958 года он работает мастером-ювелиром в Оржаникидзе, а в январе 1958 возвращается на родину, чтобы организовать Гацатлинский художественный комбинат. Начав работу в маленькой мастерской с несколькими учениками, молодой директор за короткий срок создает прибыльное предприятие с многочисленным коллективом. Гацатлин вернул себе славу ауном мастеров. Настоящий мастер никогда не останавливается на достигнутом. В 1964 году Магомед Джамалу Динов, убедившись, что его детище твердо стоят на ногах, поступает в Московский технологический институт на факультет прикладного искусства. После окончания института дипломированный специалист занимается научно-педагогической деятельностью. Сначала он работает младшим научным сотрудником Института истории, языка и литературы имени Гамзата Цадасын, затем преподает на кафедре художественно-графического факультета Дагестанского государственного педагогического университета, становится директором Дагестанского художественного училища и затем начальником художественного отдела Министерства местной промышленности Дагестана. А в 1976 году он создает еще один комбинат художественных изделий, но уже в Махачкале. И все эти годы Магомед Козевич, помимо научной и руководящей работы, которую, кстати, делал великолепно, занимается тем, к чему с детства тянулась его душа – настоящим творчеством. Причем он не ограничивается только ювелирным искусством. Кроме металла, он работает с деревом, создавая интересные скульптурные композиции и пишет очень неплохие картины. Но самым главным занятием мастера и самой большой его любовью все же остается ювелирное дело. Оно же и прославило его имя далеко за пределами родного края. Около тысячи шедевров декоративно-прикладного искусства сотворено чудотворными руками мастера. Его творения выставлялись на всевозможных всемирных выставках, где неизменно вызвали восторг посетителей и специалистов. Сегодня патриарх дагестанского декоративно-прикладного искусства, несмотря на свой почтенный возраст, по-прежнему полон творческих замыслов и по-прежнему не может ни минуты без дела. Так пожелаем же ему крепкого здоровья и притворения всех его замыслов, а нам радости от общения с ним и его творениями.